МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Медицинские работники Ненецкой окружной больницы награждены почетными грамотами и благодарностями президента России за борьбу с коронавирусной инфекцией. Некоторым из них вручили награды прямо в красной зоне. Перед отчетом небольшая экскурсия по кванториуму. Именно в этом образовательном центре профильный заместитель губернатора Ненецкого округа по образованию, культуре и спорту отчиталась о работе перед депутатами. На охране школьных границ. Рабочий день охранника в школе начинается в 7.30. Первым делом обход территории и подготовка рабочего места. После чего охранник школы встречает учеников, педагогов и всех, кто посещает образовательные учреждения. По данным управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу, на территории региона зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие жители города Нарьинмара и села Тельвиски. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 641 подтвержденный случай. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, находится 88 пациентов, в том числе 9 бессимптомных носителей. В стационаре Ненецкой окружной больницы получают лечение 16 человек. 72 человека находятся на амбулаторном лечении. Всем амбулаторным больным лекарства предоставляются бесплатно. Еще 546 человек состоят на учете в управлении Роспотребнадзора, в том числе один в обсерваторе. За прошедшие сутки сняты с контроля 33 человека. Напомним, для прибывающих в округ по-прежнему действуют ограничительные меры. По прибытии в Нарьинмар необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, либо провести две недели дома за свой счет на самоизоляции. В округе также действует масочный режим в общественных местах и на транспорте. Жителям региона рекомендуют ограничить контакты до минимума, а работодателям перевести там, где это возможно, на дистанционную работу до 30% сотрудников организации. В Ненецком округе работает горячая линия, позвонив на номера которой можно узнать всю необходимую информацию и получить консультацию по вопросам, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. Номера единой горячей линии вы сейчас видите на своих экранах. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов. Накануне благодарностями и почетными грамотами президента Российской Федерации наградили семь врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Медицинских работников лично поздравил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Благодарности получили врачи-терапевты, врач-инфекционист, старшая медицинская сестра инфекционного отделения. Вы знаете, такая нагрузка, которая легла сейчас на медиков, но на моей памяти система здравоохранения не испытывала на себе за последние десятилетия. И причем не только связанная с лечением ковида. Понятно, есть люди, которые и сегодня находятся в красной зоне. И дежурят реанимации, и в отделении. Но есть еще десятки тысяч людей, которые ведут прием в поликлиниках, кто ведет и делает плановые операции. Потому что с появлением ковида не ушли другие заболевания. Не все врачи, представленные к благодарности, смогли присутствовать на награждении. Для врачей-анестезиологов была организована видеоконференц-связь с губернатором прямо из красной зоны. Высокие награды им вручил исполняющий обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы Андрей Паневин, который также находится на дежурстве в реанимационном отделении. Международная научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина» проводится в Ненецком округе с 2014 года. На этот раз в условиях пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер мероприятие конференции проходит в режиме видеоконференц-связи. Участие в пленарном заседании форума принял губернатор Ненецкого округа. Традиционное участие в конференции принимают представители здравоохранения, науки и IT-сферы – все те, кто развивает телемедицинские технологии в России и за рубежом. Глава региона стал участником пленарного заседания «Цифровая медицина в России и за рубежом. Стратегия развития регионов Арктики». Юрий Бездудный отметил, что, учитывая специфику округа, удаленность сел и отсутствие дорог, телемедицина крайне важна и необходима для нашего региона. В каждом из населенных пунктов живут люди, которые точно так же болеют, которые нуждаются в медицинской помощи. И представьте, если по каждому вызову туда будет вылетать вертолет санавиации. Во-первых, это время, и мы теряем вот этот драгоценный час, когда нужно оказать первую помощь человеку. А второе – это колоссальное расстояние. И здесь действительно мы являемся такой площадкой, на которой можно, по сути, опробовать все самые современные технологии телемедицины. В основных сельских ФАПах к настоящему времени смонтированы телемедицинские стойки. Оборудование позволяет фельдшеру и врачу выйти на связь с Ненинской окружной больницей для консультации с профильными специалистами. Может выйти на связь с любым отделением, то есть профиль не имеет значения. И таким образом он может проконсультировать пациента непосредственно в этом ФАПе. Если ситуация действительно развивается как-то сложно, уже в этом случае туда направляется вертолет санавиации, пациента эвакуируют и оказывают в стационаре необходимую медицинскую помощь. Губернатор Ненинского округа высказал готовность региона присоединиться к осуществлению любых проектов и стать практической площадкой для экспериментов по телемедицине. Налоговые каникулы для предпринимателей, зарегистрированных впервые, продлят до 1 января 2024 года. Решение о продлении срока для действия льготной налоговой ставки 0% для упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения принято на очередной 31 сессии регионального парламента. Законопроект разработан в связи с окончанием действия льготной ставки на территории округа 1 января 2021 года. Предложение продлить налоговые каникулы еще на три года до 1 января 2024 года. Закон направлен на достижение целей национального проекта «Мало и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, в том числе на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, создание условий для поддержки начинающих предпринимателей на старте бизнеса. Предлагаемые изменения необходимы с учетом введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку малое и среднее предпринимательство в настоящее время испытывают серьезные трудности в связи с падением спроса, вызванным ограничениями в работе. Применение льготной налоговой ставки в течение двух налоговых периодов со дня регистрации в качестве предпринимателя позволит обеспечить поддержку начинающим предпринимателям на ранней стадии начала собственного дела. За предыдущий период, как я уже сказал, на 200 единиц выросло количество таких предпринимателей, это соответственно увеличение ДФЛ, увеличение рабочих мест, и это дает плюс. И в последующем, когда они уже встают на ноги, твердо встают на ногах, они начинают платить налог. Второй законопроект относительно инвестиций касается арктической зоны. Решено установить пониженную ставку налога на прибыль 12,5% для компаний, которые являются резидентами арктической зоны. Ранее она составляла 17%. Это новые компании, которые становятся резидентами арктической зоны, и бизнес-проект которых, объем этого бизнес-проекта не менее 1 миллиона рублей. Действовать пониженная ставка налога на прибыль будет в течение 7 налоговых периодов с момента, когда они начнут получать прибыль. То есть сначала происходит инвестирование, они строят объект, запускают свой бизнес, работают сначала в минус 0, кредитуются, потом выходят из 0 в плюс, и после этого в течение 7 налоговых периодов они еще также платят по пониженной ставке налога на прибыль. По мнению законодателей, сокращение издержек позволит компаниям вкладываться в свой проект, что повлечет за собой дополнительные рабочие места создания инфраструктуры. Сейчас уже подано 6 заявок от таких компаний. В последние годы многие школы нанимают сотрудников службы безопасности из частных охранных предприятий. В основном это, конечно, мужчины. Представительницы прекрасного пола встречаются намного реже. Как оказалось, в Нарьинмаре тоже есть женщины, профессионально занимающиеся охранной деятельностью. Об одной из них расскажем в следующем сюжете. Поскать, пожалуйста, ваша визита, и кому вы пришли? Рабочий день охранника в школе начинается в 7.30. Первым делом обход территории и подготовка рабочего места. После чего охранник в школу встречает учеников, педагогов и всех, кто посещает образовательное учреждение. Встречаем мы детей, температуру проверяем у них. Потом антисептиком вырабатываем руки. Я сажусь на свое место, как это положено. Потом начинается у нас полдевятого звонок на урок. И у других начинается без двадцати девять. Тоже занятие у старшеклассников с девятого по одиннадцатый класс. Марина Вылка работает охранником в первой школе почти год. После прохождения двухнедельных курсов девушка устроилась работать в частное охранное предприятие, откуда ее распределили в одну из крупнейших школ Нарьинмара. Чтобы хорошо выполнять свою работу, охранник должен обладать хорошей памятью, быть ответственным и наблюдательным. Данными качествами и обладает Марина. Если у человека есть свой стимул, если ты уверен в своей профессии, в своей работе, то ты пойдешь. А если ты не уверен в себе, то это можно уже и, даже и, как сказать вам, даже и не идти уже, не решаться. Я решилась просто и все. Потому что я как бы человек общительный, детей тоже очень люблю. Где-то у меня как строгость есть. У меня строгость просто как этот голод, один голод что стоит просто. Они привыкли уже все ребята. Доброжелательная и строгая. Так отзываются о своем охраннике ученики и педагоги первой школы. Всех сотрудников и ребят знают в лицо, а многих и по имени. По-разному можно относиться к своим профессиональным обязанностям. Марина Сергеевна из тех людей, которые справляются с возложенными на нее обязанностями. Она подходит к этому далеко не формально. Требовательная, строгая. Умеет найти подход к каждому ребенку. Поздороваться и даже направить на путь истинный. Очень интересно наблюдать за тем, как охранник вместе с нами встречает учеников к началу учебного дня. Дети относятся к Марине Сергеевне очень доброжелательно. Даже такие ребята, которые не всегда выполняют требования учеников, прислушиваются к Марине Сергеевне, реагируют на замечания. Обязательно здороваются, что заметно, при входе в школу. А работа охранника в основном всегда считалась мужской профессией. Но, как мы видим, и женщина вполне может справиться с этими обязанностями. Марина Вылка на своем примере это доказала. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова, курирующая в регионе образования, культуру и спорта, считалась о работе за 2019 год перед депутатами собрания. Мероприятие состоялось в недавно открытом в Нарьинмаре кванториуме. Подробности у Ольги Русул. Скажите мне, пожалуйста, какой из этих двигателей будет работать без воздуха? Который без пробелия. Который реактивный, да, нажимает на реактивный, он двигается. Перед отчетом небольшая экскурсия по кванториуму. По данным профильного департамента, с момента открытия кванториума 11 ноября 2020 года его посетило более 500 детей и взрослых. На обучение зачислено 422 ребенка. Место проведения заседания выбрано не случайно. Отчет перед парламентариями держит заместитель губернатора по образованию, культуре и спорту Наталья Сидорова. Основные моменты – реализация национальных проектов и послание президента. Это и бесплатное питание, выплаты за классное руководство и доп. места в школах. В ходе заседания Наталья Сидорова рассказала депутатам о проблемах, с которыми сталкивается ведомство. Например, строительство интерната в поселке Каратайка. Вопрос с финансированием на 2021 год этого социально значимого объекта не решен. О работе, которую ведем на сегодняшний момент по строительству и включению, выделению федеральных денег, где хотелось бы, чтобы помогли и депутатский корпус, безусловно, это Скаши, коррекционная школа. На сегодняшний момент мы понимаем примерную стоимость строительства данного объекта. Но вот как только получим положительное заключение экспертизы, то, соответственно, будем уже отрабатывать с федерацией по выделению федерального финансирования. Перед отчетом депутаты подготовили 25 вопросов заместителю губернатора. Они были направлены заранее. На каждый из них получен письменный ответ. Департамент образования беспокоит финансирование в первую очередь. Потому что планов как и у них, так и у депутатов по результатам обращения граждан громадью. И всех одномоментно реализовывать не получается. Поэтому приходится находить баланс, организовывать какие-то даже не графики, а структурировать эти вопросы, эти проблемы и находить самые насущные, чтобы в первую очередь отрабатывать их. В числе обсуждаемых вопросов как строительство новых объектов, организация досуга школьников на селе, так и детская безопасность. Организация питания. Ну, этот вопрос, слава богу, в этом году решился. Получили федеральное финансирование. И вот с первого по четвертого класса питание будет организовано. Поиск специалистов, мотивация специалистов, чтобы они дополнительное обучение проходили, чтобы они проезжали из других регионов. Эти все вопросы всем известны. То есть они редко меняются из года в год, но они могут менять свое положение в приоритетах. Кроме того, рассматривались вопросы строительства на селе учреждения культуры. То, что касается моего участка западного, то меня интересует, прежде всего, это, конечно же, Пеша. Это дом культуры, который снесли, конечно, в этом году старый, потому что он нес опасность, то есть он находится в центре села, ему просто сгореть, и не дай бог это бы случилось. Но на сегодняшний день там дома культуры вообще нет. Он должен быть. Это и ремонт дома культуры в селе Несь, это, конечно же, ремонт дома культуры в Пеше, это школа на Колгуеве, это ремонт школы в Неси, также в Шойне. То есть проблем очень много. Но я думаю, что совместно с органами госвласти, с администрацией округа мы эти вопросы будем решать. Также на встрече говорили о проблеме с педагогическими кадрами и неравномерности заработной платы. Парламентарии предложили вернуться к вопросу формирования кадрового резерва и выравниванию зарплат специалистов различных образовательных учреждений после подробного анализа проблемы. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. Хотел приобрести колеса, остался без денег и товара. Житель Нарьенмара отдал мошеннику почти 140 тысяч рублей. Несмотря на постоянные предупреждения, такие случаи на территории Ненинского округа происходят с завидной регулярностью. Александра Литкова продолжит тему. Одна из самых распространенных схем мошенничества выглядит так. Вам звонят и представляются работникам банка. Сообщают, что с вашей карты будет произведен денежный перевод. Если вы не хотите потерять средства, то их нужно снять в банкомате и положить на специальный счет. Такая история произошла с жительницей Нарьенмара. Она мне сказала, что необходимо снять все деньги, которые есть у меня на карточке, и привести на счет, который она мне скажет. Я, естественно, растерялась. Подошла к банкомату, сняла деньги. Сняла я более 100 тысяч рублей. Деньги Светлана положила на счет, который ей назвала мошенница. И только после этого женщина вспомнила, что сотрудники банков таким образом не обзванивают клиентов. После чего, да, я написала заявление в полицию. И вот сейчас сотрудники полиции разбираются по моей проблеме. По словам полицейских, такие дела сложно раскрываемые. Ведь преступники чаще всего находятся в других регионах. Но шансы вернуть деньги есть. В настоящее время проводятся оперативно-ужесные мероприятия, направленные на установление всех остальных совершенного преступления. А также проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. По части 2 статьи 159. Не менее распространенный вариант мошенничества – покупки в интернете. Подобный случай уже практически раскрыт. Подозреваемый найден также на территории другого региона. А потерпевшим стал наивный житель Нарьенмара, который решил приобрести зимнюю резину на малоизвестном интернет-сайте. Но остался без денег и товара. Неделю назад он заказал посредством сети интернет, вышел на продавца зимней резины и осуществил заказ на сумму порядка 140 тысяч рублей. Перевел денежные средства на указанные счета, указанные мошенникам. Резину свою не получил. В настоящее время злоумышленник не выходит на связь и скрывается от покупателя. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-рестные мероприятия. Организован вы служебную командировку сотрудников ОМВД с целью задержания указанного лица, совершившего указанное преступление. Стражи порядка в очередной раз рекомендуют не заказывать товары на малоизвестных и непроверенных сайтах, интернет-магазинах и у частных лиц, а также при подозрительных звонках из банка перезванивать на телефон, указанный на банковской карте. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.